Правящий архиерей Кузнецкой епархии Владыка Серафим совершил божественную литургию в Преображенском храме села Радищево Кузнецкого района. Этот храм находится на территории музея-усадьбы писателя. В декабре минувшего года рядом с Преображенской церковью осветили источник в честь святителя Спиридона Тремифунского. Его обустраивали в течение трех лет жители Радищево, близ лежащих сел и города Кузнецка, продолжат наши региональные коллеги. Преображенская церковь в селе Радищево фамильная, единственный сохранившийся мемориальный памятник родовой водчины. Построена она Григорием Облязовым, прадедом писателя. Освящена в 1736 году, отреставрирована в 70-х годах прошлого столетия. Храм трехпрестольный. Главный предел преображения Господня находится в стадии ремонта. Знаменательно то, что освящение бокового предела в честь Казанской иконы Божьей Матери было совершено архиепископом Серафимом Тихоновым в 1992 году. Спустя 20 лет, в День памяти святителя Спиридона Тремифунского, божественной литургии в этом же пределе совершил епископ Серафим Домнин. В этот день молились с архипасторем не только жители села, но и паломники из Кузнецка. Для многих верующих Спиридон Тремифунский один из самых почитаемых и любимых святых. Постоянно молимся ему. Он очень помогает нам. Этот святой. Он в финансовом положении очень много помогает. И очень хороший святой. Я считаю, святой Спиридон незаслуженно в России забыт. Раньше до революции святого Спиридона почитали наравне с Николаем Котником. Жировестник Николай Котник, они были друзья. Они были на Первом Вселенском соборе. Вместе защищали православие. То есть боролись, съели себе ария. И мы решили, чтобы вспомнили люди об этом великом святом, который нас поддержал. В память об этом великом святом местные жители и кузнечане своими силами и молитвами отца-настоятеля обустроили источник и соорудили купальню рядом с Преображенским храмом. С помощью Божьей, конечно, только собирались средства. Очень большой вклад внесла Алла Имчева Ирина, Антонина Туркина. То есть не покладая рук трудилась. Очень много молодых людей привлекались в население, которые чистили колодец, которые благоустраивали своими руками в свое свободное время. Не покладая рук в свое свободное время, верующие трудились на благо Церкви Христовой. Святой источник Спиридона Тремифунского единственный в Пензенской области. Целый год на его строительство собирались средства. Два года велись трудные, нескончаемые работы. И хотя территория источника еще не облагорожена, и работ предстоит немало, недавно его осветил настоятель Преображенской церкви Иерей Андрей Романов. Источник находится в 150 метрах от храма, и все желающие могут приехать сюда, чтобы окунуться в святые воды. Чтобы вера наша не оскудевала, нужно, чтобы как можно больше паломников. Тропинка была такая, не зарастающая тропа к источнику Спиридона Тремфунского. Нескончаемый поток верующих, чтобы паломнические службы обратили внимание на этот источник, чтобы почаще сюда приезжали люди помолиться, искупаться.